Как создать спортивный праздник для тысяч гостей Всемирно-Зимней универсиады? Задачи, которые стоят перед волонтерами, обсуждают на форуме в Красноярске, где в марте пройдет турнир. А добровольцы, которые помогали болельщикам во время чемпионата мира по футболу, уже стали настоящими звездами. Возраст возможностей. Кого называть серебряными волонтерами и в чем секрет их успеха? Об этом в репортаже Наталья Юрьевой. Олимпиаде 80 Мне это неинтересно. И я уверена и знаю точно, что чем больше человек делает добра, тем он дольше живет. Так же, как и у московской пенсионерки, у жительницы Казани, Хрии Халитовой, вся неделя расписана по минутам. По будням она помогает реставрировать старинные дома в Старо-Татарской Слободе. На выходных уже с другим отрядом волонтеров убирает мусор. Мы относимся к серебряным волонтерам. Серебряное – это серебро в волосах. Это пенсионеры 55+. Мы все вместе здесь. Нам здесь интересно. Мы можем свои силы приложить, помогать, помощь оказать, быть полезным обществу. Это для тебя. И это для тебя. Лидия Шерстнева всего год как волонтер. И потокнула ее к этому шагу. Пенсия слишком невыносимо стала сидеть без дела. Теперь ей завидует даже дочка, ведь мама работала на чемпионате мира по футболу, пока та сдавала экзамены. Но теперь на каникулах трудится плечом к плечу. Я вышла на пенсию. И после активной, живой такой жизни, где каждая минута считается, каждый час, тайминг такой, сразу пустота наступает. И в этой пустоте просто себя плохо чувствуешь. Я просто начала болеть. Я не знала, что мне делать. И решила заняться общественной деятельностью, волонтерством. Где-то через месяц у меня все прошло. Галина Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. А в этой квартире количество серебряных волонтеров на квадратный метр просто зашкаливает. Изначально Надежда Герасимова просто помогала ветерану труда Эмилии Ждановой по дому. Приходила, убирала, покупала продукты, а потом поняла. Есть волонтерские проекты, которые не требуют серьезных физических нагрузок. Так в 88 лет Эмилия Васильевна стала разрабатывать экскурсионные маршруты для пенсионеров. И жизнь заиграла новыми красками. Что такое вообще работа? Это желание все время как-то действовать, что-то делать, постоянно расти. Вообще добровольчество – это ступенька, которая позволяет найти нишу себе. Алла и Андрей Тебенковы помогают не только на родине, но еще и занимаются добровольчеством за границей. Например, раздают георгиевские ленточки жителям Греции или покупают канцелярские принадлежности индийским школьникам. Круг интересов совершенно меняется. То есть он не замыкается на уровне двора, лавочки и своих подружек. То есть это совсем другое. Мы подтягиваем иностранные языки. То есть мы уже вышли на международное волонтерство. И Ольга Кузина, и серебряные волонтеры из Казани, и начинающий доброволец Лидия Шерстнева, и пенсионеры из Саранской Екатеринбурга. Все они продолжают строить планы на будущее. Ведь их любимая поговорка – без работы день годом, кажется. Наталья Юрьева, Павел Рудаков, Сергей Деев, Владислава Абасова, Марат Хабибуллин, Светлана Костина, Первый канал.